Всем привет! Вы попали на коллаб канала Хомуся Лайв и канал Анютка. В этом видео мы расскажем минусы корелл и волнистиков. И в конце видео выясним, у какого попугайчика минусы серьезней и кого все-таки не стоит брать. Первый минус. Волнистый попугай склонен к разным не очень хорошим пылячкам из-за их размеров. Им нужно очень тщательно и внимательно выбирать здоровую птицу. Первый минус корелл. У этих замечательных птичек до оленьки весьма сложно определить их пол. И если вам на рынке скажут, что это мальчик, то есть большая вероятность того, что это неправда. Второй минус это то, что их очень трудно обучить речи. Нужно несколько месяцев, чтобы пират, пернатый друг говорил хотя бы свое имя. Второй минус попугаев корелла это то, что они очень громко и пронзительно кричат. И в 6 утра вас могут ожидать великие концерты из чириков и чиков. Третий минус. Волнистике оставляют за собой огромное колесо мусора. И пылесосить вам придется 2 или 3 раза в день. Третий минус корелл. Эти попугаи довольно крупные птицы и в размере могут достигать около 36 сантиметров. А это значит и кормить его нужно много. Один раз в день. А кореллечий корм не из дешевых. Третий минус. Волнистике очень нуждаются в полете. Ведь если их не выпускать, и крылья могут атрофироваться. Летать они должны хотя бы 3 часа в день. Четвертый минус корелл. Эти попугаи нуждаются в полете. Ведь если не выпускать их из клетки, то у них могут атрофироваться крылья. А летать они должны 3 часа в день. Пятый минус. Волнистике имеют недостаток. Разговаривают они довольно непонятно, и это может и горжить хозяина. Пятый минус попугайчиков Корелла. Эти птицы нуждаются в должном внимании, ведь если его не уделять, то попугай может одичать, начать кусаться или выщипывать из себя перья и вскоре умереть. Спасибо за просмотр. Поспишитесь на наши каналы и поставьте лайк. Всем пока-пока.